Всем привет! Это подкаст «Не перебарщивай». Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарной традиции и пищевые привычки. Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том и поговорим. И этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. В студии шеф-повар Даша. Добрейший денёчек. Фуд-журналист Даша. Здравствуйте. Ресторатор Денис. Бонжорно. И я, Лиза, человек, который любит есть. Спонсор этого сезона – наши дружочки-пирожочки из GrowFood. Сегодня в нашем меню карбонара и множество споров вокруг неё. Вы как вообще? Вы любите есть карбонару? Для начала можно с этим определиться. Конечно. Смотря какой. Вообще не принципиально, честно говоря, но не откажусь. Ну, а я не очень люблю. Почему? Ну, если сравнивать с другими пастами, это не самый топ для меня. Ну, так жирно, тяжело, недостаточно свежо, не хватает зелени и овощей. Не знаю, коллеги, которые обладают большим опытом именно в приготовлении, могут меня поправить. Но мне кажется, что если добавить каких-нибудь ингредиентов, самое унылое блюдо, условно, даже макароны по-флотски можно назвать баланьезой. Да, то есть, по сути, это же макарон по-флотски. Ну, конечно. Макароны и мясо. А вот как ты это мясо сделаешь? Смотря какой флот, да, северный или южный, то есть, можно добавить петрушку, уже будет поинтереснее, или руколу, или тертый сыр, или орешек, и уже станет как-то объемно. Ну, вот как раз возможность добавления чего бы то ни было, это вопрос уже такой достаточно спорный. Вообще, это имеет место добавить что-то в рецепт, который можно назвать каноническим, который там откуда-то из глубины веков? Ну, разумеется, можно добавить все, что угодно. Как говорил шеф-повар-ресторатор Иван Шишкин, у которого есть бар Деликатессен в Москве, у нас нет итальянской бабушки, которая записала 70 лет назад рецепт идеальной пасты какой-то конкретной, и мы должны его строго придерживаться. То есть, можно делать вообще все, что угодно, и канонического рецепта, в принципе, не существует ни у одного вида пищи. Ну да, то есть, есть какие-то рамки, в ходе которых можно назвать борщ-борщом, или карбонар-карбонар, или том-ям-том-ям, или фобо-фобо, вот, но есть нюансы всегда и везде, и канон, он на то и канон, чтобы от него отходить, правильно? Мы же экспериментируем, живем один раз, почему бы не добавить то, что есть у нас? У меня, знаешь, какая история была, ну, у меня не то, что прям ресторан, так громко прозвучало, ресторатор, но это был барчик с концепцией ночной движухи и с едой. То есть, обычно в ночных заведениях еда, она как бы, ну, когда ты активно танцуешь, не особо востребована, но мы решили попробовать. Взяли прям крутого шефа, шеф там выкатил меню, прям серьезное, с пастами, в том числе и с том-ямом, и со всем остальным на свете. Ну, там, в процессе мы все это оптимизировали, чуть-чуть убрали, там, оставили меньшее количество, но была история, которая, может, не связана с карбонарой. Приехали, это было на курорте Красная Поляна, приехали и итальянцы, которые там оборудование какое-то ставили, вот. А мы делали настойки домашние, лимончеллу делали, там, за счет сувидницы мы делали настойку, там, за два-три дня буквально, не ждали месяц. И шикарные лимончеллы, они были уже такие веселые, молодые, красивые, пришли, мы их угостили лимончеллой. Говорим, типа, это наше местное, мы сами ее делаем. Говорим, да ладно, расскажи, по вкусу это вот у нас там в Бергамо один в один делаем. Да вот, ну нет, ну как? Да нет, ну не рассказывай, не можете вы, русские, делать лимончеллу, понимаешь? Ну, вот это к тому, что рецепты канона. Попробовал, все понравилось, все идентично вкусу того, что у него есть. Даша, вот ты сказала, что есть какие-то рамки, в пределах которых можно называть борщ борщом, карбонару карбонару, там, ям, там, ямом и так далее. Ну, а как эти рамки-то нащупать? Где они, как ты думаешь? Ну, карбонаро – это одна из базовых паст вообще в итальянской кухне. Да, я могу про историю рассказать немного как раз. Я была несколько раз в Италии, и, в принципе, увлечение гастрономии у меня началось с первой поездки туда, это было около 10 лет назад, потому что до этого еда меня вообще не интересовала, я ела замороженные овощи реально там дома, то есть мне вообще было неинтересно готовить совершенно. Но нужно сказать, что не везде в Италии вкусно. Это очень важно. Это так же, как не везде в Грузии классные хинкали, в Краснодаре тоже есть очень достойные, да, и не везде в Италии вкусно. То есть, ну, приезжая туда, вы не должны надеяться на то, что абсолютно в любой троттории вам подадут там идеальную пасту, идеально сваренную, с хорошим соусом, правильно приготовленную. Это не так. У них же тоже может отличаться, да, то есть в каком-то регионе. Конечно. Или просто вот кто-то любит аль денте, а кто-то хочет, чтобы оно было прям вот... Кто-то кота Бенна. Да, да, ну как это правильно сказать. Ну, есть паста фреска, которую только что раскатали, нарезали, она будет немножко другая, у нее и аль денте будет по-другому чувствоваться. Кто-то работает на сухой пасте, ну, то есть вариантов много. Да, и то же самое касается видов пасты и соусов, которые к ней подходят. То есть там есть как особенности по регионам, так и исторические особенности. Например, вот карбонара, это паста региона Лацио. Ну, либо. Это Рим, да. Одна из трех базовых паст, которые готовятся по одному принципу. Там есть паста качапепа еще, например, тоже потрясающая, где только сыр и перец, и все, и крахмальная водичка. Это гениальная паста, ее не готовят вообще в России, так же, как нормальную карбонару, так же, как алио-олео какой-нибудь. Потому что там нет ни томатной основы, ни сливок. И для русского человека это уже очень пусто. То есть там нет соуса. Типа, зачем мне это есть? Извини, что перебиваю, я сейчас знаешь, о чем подумал. Вот мы с тобой прекрасно понимаем вот эту вкусовую историю, как она должна быть. Но вот есть ресторан, например, в котором готовят круто и вкусно, а есть забегаловка, которая там майонеза бахнула, и все, и человек попробовал, и ему понравилось. Это я к чему? Потому что вот я спрашивал у знакомого итальянца, шеф-повара, а умеют ли русские готовить карбонару. Он говорит, извини, конечно, дорогой, но нет, потому что это не понравится, настоящую карбонару не умеют готовить, потому что это не понравится конечному потребителю. Ну, потому что многие рестораторы идут по пути наименьшего сопротивления, они готовят то, что people, условно говоря, хавают, да, жирненько, вкусненько, поэтому добавляют сливки. Ну, это одна из причин, да. Вторая причина – сливки такой великий уравнитель, у нас нет суперкачественных выдержанных сыров, которые дают насыщенный вкус умами, да, то есть пармезан или пекорино – это выдержанный сыр, в нем много глутамата, вкусненько. Нашему мозгу нравится, выделяется дофамин, вот. А сливки добавил, и как бы среднее качество продуктов, оно как бы уравнивает. Как помнишь, этот цезарь, он же был вообще в меню каждого рестора, в каждом вообще, вот в любом есть цезарь, только там не цезарь же, заправка, это майонез, сметана там какая-то. Ну, или готовый хайнс какой-нибудь цезарь, а-ля цезарь. Вопрос просто в том, что не все ставят себе целью как-то сдвигать тектонические плиты общепита, да, российского, и делать какой-то правильный вкус, потому что, во-первых, это дорого. Чтобы был правильный вкус, нужны правильные ингредиенты. Нельзя собрать вкусное блюдо из плохих продуктов. Ну, невозможно. Вот просто по технологичке взять технологичку, в которой вот будут расписаны все эти правильные ингредиенты. Паста выйдет тогда, ну, сколько там, в тысячи-полторы? Ну, да, если взять весь этот сыр классный, офигенный, который насытит, взять классное оливковое масло, потому что оно супер насыщает. И вообще любую пасту по-хорошему при подаче нужно поливать оливковым маслом. Тогда будет, ну, вау-эффект, это просто оливковое масло. Ну, не просто оливковое масло, а хорошее. Оливковое масло экстра-верджин. И что человек русский придет, купит себе пасту за полторы тысячи рублей, а там ничего нет. Там сало жареное, да? И картоха. Сыр? Что происходит вообще? За что деньги уплочены? Давайте сюда управляющего. Когда же я сказала, пустовато, что-то не доложили ингредиентов. Ну, это наши вкусовые привычки. Вкусовые сосочки, извините. Но они уже манипулируют общественным сознанием даже здесь. Ну, 80 лет советской власти, они сильно наши вкусовые сосочки там в сторону майонеза поднакинули. Мы же пробовали там, где-то бывали в свое время за границей, пробовали что-то настоящее. Приезжаешь, хочется такого же, пробуешь, а не то. Ну, можно, ну, можно достичь классного вкуса, используя местные продукты. Вот недавно мы нашли брынзу армянскую выдержанную. Она тоже острая, она тоже соленая. У нее классная хрустящая текстура. Да, прям как пармезан похрустывая на языке. Мы делаем с ней песто на тыквенном масле с тыквенными семечками, петрушкой. И вот этот вкус выдержанной овечи и брынзы вообще супер. То есть можно же поиграться, да, и она стоит тысяча рублей за килограмм на рынке. Это очень дешево для выдержанного сыра. И там буквально, ну, 50 грамм и вау-эффект обеспечен. Просто нужно искать, задаться такой целью, да, себе какой-то спортивный интерес поставить и пробовать каждую неделю какие-то новые продукты. Расширяет нейронные связи. Мы вот подошли к проблематике основной российской карбонары. Это сливки. Это просто яблоко раздора зачастую и у потребителей, и у рестораторов. Как вы на это смотрите? Это вот что, святотатство или как раз-таки та вариация, которая вполне допустима? Дело в том, что это не только российская тема, и это не проблема. Точнее, проблема не это, это и решение проблемы. Сейчас Дарья скажет. Ну, в Италии тоже добавляют сливки, говорят. Вообще, как бы первое упоминание о карбонаре, насколько мне удалось найти, относится к 50-м годам прошлого века, то есть не так давно это было. Якобы угольщики итальянские, которые, собственно, по-итальянски называются карбонари, уходили, значит, в леса, рубили там дерево на уголь и с собой брали продукты, которые не портятся. Нарисоповал, короче. Да. То есть, ну, сыр выдержанный, который долго хранится без холодильника, сыровяленную ветчину, паркет, да, которую, ну, можно заменить, там, беконом или щечками, или чем угодно. И, собственно, макароны. И делали из этого пасту. Один из источников еще говорит, что в гнездах перепелок они находили яйца и использовали их в карбонаре. Но мне кажется, это не очень реалистично, хотя, да, считают по-другому. Вот. И, соответственно, паста стала популярной, и, как бы, не все повара могут быстро научиться хорошо готовить. А сливки, в принципе, не очень характерный ингредиент для итальянской кухни. Итальянские шефы считают, что они только для кондитерки. То есть, вот в десерты нормально, в еду сливки не очень. Это такая французская тема, и русская тоже вкусовая, кстати, привычка. У нас вообще с молочными продуктами много всего связано. Да, тот же самый жульен по-русски, да, это грибочки в сливках. То есть, жульен – это вообще способ нарезки, чего бы то ни было. Это тонкая соломка по-французски. Как жульен стал таким жульеном тоже. Какая-то пиар-история у него. Хорошие пиарщики у жульена. Я вот тут искал про простого блюда, я вспомнил. И про сыр, кстати, поспорю. Вот у меня есть знакомый в Томске, который делает шикарнейший сыр. Просто нереальный грюер, потому что там закваску присылает из Швейцарии, а доводит, и все, он уже делает непосредственно... Нет, русского сыра полно офигенного. Нет, я к тому, что вот если брать классику, который там, ну, грюер, да, шикарный сыр, дорогой, там, он говорит, ну, вот у меня там поставщик, к нему ездят за 200 километров, он делает там условно в неделю, ну, максимум там 20-30 килограммов выдает. Не больше, у него все расписано, ну, больше уже будет не то качество. Вот, так он рассказывал про фондю тоже, что это такое великолепнейшее блюдо, которое тут читается там, ой-ой-ой, а по факту, ты говоришь, простая пастушья еда. У тебя просто есть с собой сыр, да, там какие-то ингредиенты, ты что-то, ну, или раклет там берешь, делаешь какие-то штуки вот эти все, из самых простых блюд, из самых простых ингредиентов. Буябеш, луковый суп, ну, окрошка, это же. Макароны по-флотски, я говорю, макароны по-флотски, придумали себе название. Карбонат. Все, что лежало где-то в холодильнике, и надо было это использовать. Ну, холодильников раньше вообще не было, поэтому большинство блюд, они как бы появились для того, чтобы продукты просто не пропадали. Вот и все. Возвращаясь к сливкам, действительно, я тоже встречала информацию, что, в общем-то, не такой уж это и мракобесия, и вполне допустимый вариант. И вообще, как такой потребительский опыт, если проанализировать, это же даже вот на органолептических каких-то таких уровнях. Ты заказываешь эту пасту, карбонару, в ресторане, и тебе ее приносят как будто бы с пылу с жару, но она уже сухая, потому что желток схватился, его же даже добавляли в раствор при строительстве зданий, чтобы лучше держалось. И, конечно же, он каменеет буквально в мгновение ока, и вот если бы там было что-то такое... Ну вот, мы подошли к проблеме. Проблема – это недостаточная техническая подготовленность рядового поварского персонала. Желток, он эмульгируется. Ну, то есть, получается, эмульгация – это процесс смешивания однородности двух и более нерастворимых жидкостей. Обычно одна из них содержит жир. А желток – это эмульгатор. То есть, когда вы делаете майонез, он эмульгирует жир, собственно, растительное масло. У вас получается эмульсия. Самая простая эмульсия – это молоко. То есть, это вода и белок. То есть, эмульсия, ее консистенция определяет, насколько богатый вкус, насколько будет рот у вас наполнен вкусами, насколько будет вязкость у продукта, у блюда, и насколько вам по итогу будет хорошо и здорово, и жирненько, и вкусненько. И будет это блюдо или у блюда. Да, да. То есть, сливки – это просто такой уравнитель, который, простите, рукожопость сглаживает. То есть, эмульсию на сыре и желтке сделать возможно. Определенно, конечно. Это делают тысячи людей в мире. Справляются. Нет, знаешь, я думаю, что это еще зависит от концепта места. То есть, если у тебя концепт великого, дорогого итальянского, и у тебя хостес на входе всем говорит «Чао, Белла», да и все, вот и уже там настроился, может быть, на такие вещи. Нигде не встречал, на самом деле. Нет, такого нет. Блин, а было бы неплохо. Одни мечты. Нет, ну это же история того, как ты относишься к тому месту, в которое ты вкладываешь деньги. То есть, у меня был бар. Ну, я и делал все максимально. То есть, вначале мы запустили эту концепцию и с пастами, и с супами, и с том ямом, и со всем на свете. А потом скажу, да, скажу, доширак мы сделали. Улетал только в путь. Красиво его, значит, с сырочком плавленным, по классике. Это один из предложил посетителей сделать доширак. Ну, кайф. Ты что, ну как? Подожди. Ну, у нас не ресторан, понимаешь? Нам проще. Кому-то было в кайф. Кто-то там молодость помнил. Мы купали хорошие, действительно, там эту лапшу. Я понимаю, что для поваров это звучит просто ужасно и дико. Шеф у меня просто сказал, я уйду нафиг, если вы... Не, ну просто, понимаете, барная культура намного более крутая, чем ресторанная, потому что она менее формальная, да, она менее снобская, она позволяет себе всякое мракобесие, позволяет себе фьюжн. Вот в московском баре Underdog, пожалуйста, они торгуют дошиками прямо в пластиковой упаковке, сверху наклеили там типа доширак, Underdog и так далее. Отлично. И у них еще есть доширак-бургер. Между двумя... Да, реально, между сухой лапшой... То есть ее грызть надо прям? Ну, выглядит очень сэкси. Это, по-моему, для вообще упоротых посетителей. Ну, у нас есть же смешные тоже макароны, которые мы тоже слямзили у Underdog. Мак-н-чиз, да, американский вариант. Есть у нас в Краснодаре. Да, только там макарошки в форме... Фалосов. ...гениталии, да, да, да. И ростовский шрун тоже специализируется на мак-н-чиз и охотно их продают всем в огромных количествах, больше ничего не имея в меню. Там бы казалось, ну, реально, просто три вида сыра, бешамелька, ну, люди берут. Ну, берешь за фан, не за вкус. Конечно. То есть, ну, там, органолептику тут, знаешь, мы, наверное, не все прям будут качественно и реализовывать, и, как это правильно сказать, востребовано это будет. Это в зависимости от того, кто какие цели перед собой ставит. Если ты хочешь делать классную еду, ты хоть с макаронами такими будешь делать классно. А если не получается, то тогда... Ну, я вот всегда вспоминаю одно заведение, которое удалось посетить в Бильбао. Там мы записывались чуть ли не за месяц, и у них все меню помещается на одном листочке, там шесть каких-то блюд. Это нормально. Да. Только делают они его уже 300 лет. Да. Просто 300 лет они делают эти шесть блюд. Это же тоже русская национальная традиция, меню как бы толщиной войны и мир, да. То есть ты листаешь, листаешь, листаешь. Вот, то есть реально есть рестораны, в которых 800 позиций. Я не шучу. Офигеть. 800 позиций. Это надо товарный запас на все это иметь. Да, конечно, они все это хранят. Ну, скорее всего, замораживают, естественно. Ну, я была на прошлой неделе в Казахстане, если честно, я там такое видела, Россия отдыхает. Там не 800, там 1600. Но все из баранины там, да? Нет, из коня. Ну, тем более. Ну, одного коня и уже модификации. Но нет, там все начинается с национальной кухни, потом появляются роллы, потом пицца вплывает, потом цезарь дальше, ты листаешь такой, боже, что же дальше? Знаете, вот какая мысль пришла мне сейчас. Пицца, роллы и вообще все, что еще угодно. Растворимая какая-нибудь завариваемая лапша со вкусом карбонары. Это вот как вам говорят? Это очень популярно. В Азии есть соус карбонара. У нас же есть там корейское кафе, и мы делаем так поки в соусе карбонара. Это прям сухой соус. Да, это, ну, дичь полная, но это прикольно. Есть очень популярный бич-пакет корейский, сам Диан с такой курочкой орущей огнем. Да-да-да, у нее там горит очаг. Острое все, у них все острое, но есть особо острое и среднеострое. Вот у них есть этот бич карбонара, реально розовая упаковка, очень рекомендую пробовать. Это очень вкусно. Там лапша прикольная, ее нужно варить. Ну, я же повторюсь, у нас в меню была кимчи карбонара, очень популярное в Корее блюдо. Кимчи карбонара. Кимчи карбонара, да. Офигенно вкусно, да. Очень круто, потому что вот этот вот жирок от яичка с сыром смешивается с кислотностью капусты квашеной кимчи. Вообще топчик, она мера острая, и потом эта остринка, она сглаживается вот этим вот сырно-молочным вкусом. Это, по-моему, не пьюжин, это из вращужинка. Ну, почему? Кстати, по-моему, подсмотрели... Нужно быть более открытым. Мы, по-моему, если я не ошибаюсь, мы подсмотрели у Дэвида Чанга ее. То есть это суперресторатор американский, да, Мама Фуку? Это, типа, не из-за бегаловки, это реально огромная сеть ресторанов, и у них это очень популярное блюдо, у них в Инстаграме рецепты видели, решили просто повторить. Вот, и оказалось, что это прикольно. Людям не очень понравилось, поэтому потом выбили ее из меню, но в целом, ну, дома иногда там есть и вдруг кимчи появилось. Это очень прикольно. Добро пожаловать в рубрику «Самая-самая еда». Вместе с нашими друзьями из GrowFood мы составили список из самой-самой нестандартной еды в мире, и в каждом выпуске будем рассказывать о том, что едят в мире и какая это самая-самая еда на вкус. Сегодня будем говорить о самой дорогой еде. Вы наверняка знаете, что самым дорогим продуктом в мире считаются трюфели. Ну, тут сразу надо сделать оговорку. Стоимость трюфеля, понятное дело, варьируется в зависимости от размера самого гриба, но есть дорогущие блюда, именно такие стандартные, стандартизированные блюда с понятной стоимостью. Мексиканский, например, Grand Villas Tacos имеет вполне стабильную цену 25 тысяч долларов. Это тако, как вы поняли. Но на самом деле, для содержимого этого тако не так уж и дорого, потому что состоит он из кукурузной лепешки с вкраплениями золотых съедобных лопьев, а в начинку входят супер-высококачественные ингредиенты, самые вообще понтовые. Это лангустины, говядина кобы, икра белуги, алмаз, сыр бри с черным трюфлем. Ну, в общем, самое изысканное, что нашли, туда напихали. И если вы думаете, что на этом эти изыски заканчиваются, то послушайте про сальсу, которая в дополнение к тако идет. Соус состоит из сушеного перца чили марита, ультрапремиальной текилы аньехо и цветового кофе, который считается, естественно, самым дорогим в мире. Все это добро присыпается еще одной порцией золотых лопьев, чтобы уже наверняка все было дорого-богато, и подается гурману, который готов оставить 25 тысяч долларов, и чаевые. Ну, естественно. Надеюсь, вы понимаете, что без чаевых, употребляя такое блюдо, вы уйти не можете. Попробовать этот тако можно на курорте Grand Villa Los Cabos в элитном ресторане Frida. Вы, конечно, можете рискнуть и на эту самую дорогую закуску в мире потратиться, но мы все же предлагаем довериться тем, кто готовит не хуже поваров Frida, и, в общем-то, на порядок дешевле. Это наши партнеры из GrowFood, они предлагают разнообразное меню на каждый день, и вам на тако не придется останавливаться. GrowFood — это сервис по доставке готовых рационов полезного питания на каждый день, они работают по подписке, привозят наборы разных блюд на завтрак, обед, ужин и даже перекусы могут привезти. Помимо того, что у вас куча времени освободится, вы можете неплохо так сэкономить, точно будете знать, сколько тратите денег на еду, сможете бюджет свой планировать, ну и, конечно, не будете удивляться истории трат на продукты, кафешки, доставки еды, кофе с булочкой по дороге на работу, на все, что мы едим и даже не замечаем. Одно блюдо в GrowFood стоит примерно 200 рублей и целый день сбалансированной вкусной еды по стоимости выйдет примерно как одна пицца. Тем более, что наш подкаст предлагает вам сэкономить еще больше, применяйте промокод щиборщи и получите скидку 15% на заказ от 6 дней по любому из основных тарифов. Ссылка будет в описании. Что по поводу вида пасты, используемой для карбонары? Ну, традиционно спагетти, но понятно же, что если ты приготовишь это с какими-нибудь букатини, она карбонарой быть не перестанет. Но все-таки любая ли паста подойдет? Наверное, орза это уже будет что-то совсем не то. Но букатини это как раз приемлемый вариант, то есть паста должна быть длинной. По сути, для соуса подходят спагетти разного диаметра, букатини это с полостью, да, такие довольно толстые макароны, длинные тоже, или тольятели. По сути, важнее рельеф поверхности макарон, то есть почему есть вообще дешевые и дорогие макароны. Я могу очень долго рассказывать, я хлебом занимаюсь, я знаю все про глютен и про то, что происходит. Скажи честно тогда, в России есть такие макароны, аналогов итальянских? Ну, конечно, есть в некоторых, в табрисе точно есть итальянские, но это очень дорогие макароны. То есть это макароны... Российский производитель? Нет, российского нет, то есть это экструдированное, ну, то есть макароны еще пропускают через специальную машину, которая создает рельеф на поверхности. Шаршавенький. Да, и, собственно, этот рельеф, он помогает удерживать соус на пасте, что, в общем, делает ее офигенной на самом деле. То есть самое главное это рельеф, но у дешевых макарон его по-любому не будет, то есть это 100% там уже серьезная ценовая категория. И в целом жидкие виды соуса больше подходят к пористой пасте, а густые заправки распределяются хорошо на короткой. То есть это такой технический момент, но есть и традиционный, да, вот просто в Риме готовят со спагетти, карбонару и все. Удобно. Вот соус, он как бы скользит. Соус на правильно замешанном желтке с сыром и крахмальной водичкой от макарон, от варки макарон, что важно, крахмальная подсоленная водичка от варки макарон, он будет скользить у вас с длинной пастой, это будет определенное тоже приятное ощущение во рту. Мы же чувствуем не только вкусы, но и текстуры, и температуры. И это самое главное в, допустим, в той же самой пасте карбонара, как в одной из канонических. Мало ингредиентов, много вкуса. Почему? Потому что правильно сваренные макароны, правильно замешанный соус. Да, и правильные макароны из хорошей муки с высоким содержанием глютена, чтобы денатурация белка происходила необходимым образом. И когда вы варите, у вас крахмал вываривается сверху пасты, и происходит клестеризация собственно крахмала. Клестер, то есть почему все говорят там, как варить макароны? Добавить масло. Зачем? Масло плавает на поверхности воды. Макароны в толще воды. Соответственно, макароны состоят на 80% из крахмала, и когда крахмал взаимодействует с горячей водой, они слипаются. Единственный вариант правильно варить макароны это постоянно их мешать первые несколько минут. Или замочить в холодной воде. И, кстати, единственное макароны, которые не слипаются, это как раз доширак. То есть это уже предварительно обработанные макароны изделия. Просто из хибии какой-то такой, из пластика вот выливают. Нет, это вполне себе яичная лапша или удон. Это хорошие макароны, то есть это не харам, а зло. Они просто уже прошли термическую обработку, и, собственно, этот крахмал уже оттуда смылся. Это вот в этих пакетиках, которые там лежат, зло, по-моему, вот эти вот, знаешь, всякие усилители вкуса. А почему усилители вкуса это зло? Ой, это другая тема. Нет, ну вот те, те, которые вот именно в дошираках, мне кажется, там что-то ядерное. Там есть сухой капсаицин, и у многих именно на сухой капсаицин может быть аллергическая реакция. Это острый перец. Желудок будет помирать просто. Ну, мне кажется, это такая универсальная штука. Можно тараканов травить, можно брать с собой там костер развести, и подкинуть, оно там хорошо горит. Можно суп разбавить? Вы когда где-то в заведении едите, азиатский суп, знаете, он там по-любому есть. Там есть и глутамат точно, ну, в виде сухого бульона любого. В смысле, они это не знают, что из сухого бульона делают суп, но просто его добавляют для усиления вкуса. Глутамат это по факту не зло, абсолютно не зло. Глутамат есть в огромном количестве продуктов, в помидорах, в стейках, в рыбе, в сырах, во всех выдержанных. Во всех соусах, соус, вообще все кетчуп, это все чистый глутамат. Глутаматы из пакетика ничем не отличаются от глутамата из помидора. Зло это точно есть летучих мышей. Это вот, я думаю, все рестораторы поддержат однозначно, что 19-20-е годы. Возвращаясь, кстати, к карбонаре, простите, которое вот это вот хлопьями, да, желтка, мы просто добавили горячую воду или кинули прям сразу на сковородку, и что произошло? Ну, яичница, омлет. Приготовили омлет. Поэтому, может быть, лучше сливки? Вот тут такая палка макарони на двух концах. Что лучше? Так, ну, сделали, сделали карбонару или заказали. Надо есть. И вот, знаете, на этом этапе я всегда задаюсь вопросом, как итальянцы справляются с пастой как с первым блюдом, после которого еще следует второе основное, рыба, мясо. Это же просто какие-то фантастические объемы. Хотя я съесть могу очень много, но вот представляя всю эту череду блюд, которая должна находиться в традиционном итальянском ужине, потом еще с десертом, с кофе, с дежестивом, это же вообще неподъемно. Много красного вина. Да. Решает. И мне кажется, это история же в долгу, это же не просто сесть быстро слопать, это разговор, это какая-то такая дистанция, точно так же, как и вино, которое пьется одна бутылка. Ну, итальянцы очень сильны традицией. Раньше же, возвращаясь, не было холодильного оборудования, и люди собирались поесть вместе все, потому что, ну, дальше уже все, некуда, не заморозить, в холодильник на завтра положить не вариант. И люди собирались вместе, чтобы поесть, поговорить. Это такое огромное социокультурное, очень важное явление для вообще, в принципе, развития и становления человечества. Это совместное принятие пищи. Так было веками. Ну, итальянцы молодцы, это мы знаем. А на своем-то опыте вы это проверяли? Участвовали ли вы в этом полноразмерном итальянском ужине с потреблением всех заявленных блюд? Мы были на многих пирушках и, в принципе, помещали. У нас есть чат в Телеграме с друзьями, которые любят поесть, который называется «Едим, как у Даши на дере». Это у меня. Однажды мы такое сделали дере, где были спагетти в Англии, утка на главное, миллион закусок, тысяча булок хлеба, и это все съели. Причем люди не вставали из-за стола несколько часов. Они много пили, очень много ели и вспоминают это до сих пор, как я мог столько съесть. А вот, пожалуйста. Ну, если у кого-то из слушателей были какие-то вопросы к компетенциям или к экспертизе, к возможностям ведущих, наверное, они уже сняты. Ну, чтобы разбираться в еде, нужно есть еду, правильно? Да. И было два торта, которые все тоже попробовали оба. Я до сих пор не знаю, как это сделали люди, если честно. Это макарон торт? Блинный торт. Блинный торт. Из печени, из печени. Мы про вино немножко заговорили. Какое вино лучше всего подойдет к карбонаре? Наверное, какое-то кислотное, чтобы хорошо с жирностью соуса сочеталось. Ну, почему вы считаете, что соус жирный? Ну, то есть, если мы сливки туда не кладем, ну, как бы идеальный вариант рассматривая, да? Потому что там бекон, а точнее, не бекон, а вот гуанчили. Ну, помогите мне кто-нибудь. Вот это щековина. Сейчас я скажу. Нет, либо паркет. Не, ну, там есть, да, подвяленые щечки, ну, где мы их сейчас найдем? Ну, в общем, сама по себе довольно жирная такая штука. Гуанчали. Да. Который я тоже хочу назвать гуанчили, но это мексиканский. Ну, вот, потому что соус, он как бы на базе того, что вот эта щековина или что бы то там ни было обжарена в масле еще. Не, ну, если вернуться к лесоповалу, к этим вот итальянским лесорубам, да, лесоповалу, ну, это вполне себе оправданно. Нужно накормить одним блюдом питательно. И это же не значит, что нужно вот сейчас в Краснодаре, когда жара опять установится, идти в 45 градусов и есть карбонару. Летом не принято, насколько я знаю. А зимним вечерком. Да. Хотя время бывает очень жарко. И можно сначала лимончелло разогнаться, да. Ну, а вот все-таки если к вину, вот поэтому я и предположила, что именно кислотные подойдут, но так как я в вине разбираюсь плохо, хотелось бы услышать что-то более такое. Вообще это сложный вопрос достаточно, потому что... Сколько людей, столько и мнений. Это очень субъективно, на мой взгляд. Сколько сомелье, столько и мнений. То есть сказать, что подойдет там пиногриджо только лишь, или там какое-то красное, или нуар, или савиньон блан. Или тебе там, не знаю, должно быть терпанилию какой-нибудь. Ну, неважно. Мне кажется, все должно быть по вкусу. По настроению. По настроению. Ну, точно так же, ты можешь взять эту бутылку вина там и разбавлять ее водой, или не разбавлять водой, на свое усмотрение. Третьми грек. Или льдом, да, и сидеть весь день, или ты как хочешь бахнуть быстро все это вино, съесть и убежать куда-то. Все от настроения. Но мне кажется, общее правило все равно есть. Вино не должно, например, для свинины, ну, тонкие белые вины точно не подойдут, они просто потеряются. Это какая-нибудь белая часть свининки, очень постная, очень классная. Шардоне из дуба. Не, мне кажется, слишком много как-то табу в еде, в гастрономии, потому что это, естественно, очень древняя такая культура, и она веками наслаивалась. Это нельзя, то нельзя. Мы делаем это каждый день много раз. Почему бы не делать это так, как нам нравится, не следоваться чьим-то... Who the fuck is Gordon Reims? Да-да-да, чем-то, ну, как бы... Или это нельзя было говорить сейчас, да? Это для него прикольно. Ну, как бы... Ну, он хочет вот так, а я хочу взять рецепт и модифицировать. У нас абсолютно разные условия вообще. И по продуктам, и по истории наших вкусовых привычек. Даже это вот какие-то объективные рамки, разница объективная. Если еще субъективно, вот настроение сегодня такое, или погода такая, ну, не знаю, ну, вот, ну, или это в холодильнике заваляло, если нужно сразу. Ухожу в протест, белое вино будут с мясом, а не красное. Почему нет? Почему нет? Ну, сейчас это популярно. Пятнатик какой-нибудь. А есть вообще теория, что вино – это не гастрономичный продукт. Что коктейли более гастрономичные, чем вино. Да, что типа это просто все что-то привыкли, что вот вино и еда – это классное сочетание. На самом деле не очень. Мне нравится, например, но вот уже бунт, уже бунт появляется в современном обществе. Зажрались. Что бы сказали итальянцы, услышавшие наш выпуск подкаста, ну, такие даже не самые консервативные, ну, скажем, просто выросшие в традициях, в своих итальянских семьях. Думаю, они бы просто остервенело. Что там эти чернокнижники болтают. Ну, я же тебе говорю, я вот тут списывался с товарищем, с итальянцем, которые, ну, я думаю, что они бы точно не сказали ничего, ни да, ни нет, они бы спокойно восприняли это с точки зрения того, что, ну... Мы находимся в другой культурной традиции. Вы просто не едите... То, что вы готовите, это макароны. Барвары. Да, это не... Да, для начала. Да, для начала, да. Это не карбонара. Ну, хотите... Это гарнир, да? Ну, что-то такое. Ну, они тоже борща не пробовали, что с ними разговаривать. Карбонара с курицей. В качестве гарнира. Как они его называют? Красный суп, да? Борщ. Красный суп. Это они еще холодец. А попробуй объяснить, что такое холодец иностранцу. Мясное желе. Блин, есть же видео на ютубе, где итальянцы едят холодец. Замороженный жир там. Да-да-да, эти знаменитые видосики, где итальянцы, американцы, французы едят, пробуют всякую русскую еду. Селедка под шубой, типа что... Ну, я тоже так к этому отношусь. Я ни холодец, ни селедку не понимаю, как бы зачем. Ну, короче говоря, делайте, что хотите, да? Со своей карбонарой. Нет, ну почему? Как хотите, готовьте. Как хотите, ешьте. Ешьте рамки, да? Нет, все-таки хочется, согласитесь, чтобы у тебя был набор вот прям идеально правильных таких качественных продуктов, чтобы все это правильно по технологии сделать и вот попробовать и понять, что... Ну, давайте попробуем прямо вот такой рецепт традиционный зачитать, чтобы он просто был, чтобы был как отправная точка для всяких экспериментов. Приготовление. Пункт первый. Ставим воду на пасту. Варка займет примерно 5-7 минут, а вообще лучше прочитайте, сколько написано на упаковке и следуйте. Производители вас не обманывают. До аль денте варить или сварить уже до полной готовности, конечно, на ваш выбор, но мы рекомендуем а-ля классик аль денте. Читайте упаковку. Пока вода греется, подготовьте панчетту или бекон. Его нужно нарезать полосками примерно 3 на 1 сантиметр. Сыр натереть на терке, часть отложить для гарнировки. Желтки отделить от белков и смешать с сыром. Соль и свежемолотый черный перец добавить по вкусу. Так, бросили пасту в воду, поставили таймер, перемешали несколько раз в начале варки и теперь крахмал, он в воде, его можно использовать. Добавим несколько ложек этой воды к сыру с желтком и специями и получается, что у нас такой некий соус, который нужно хорошо перемешать. Да, еще важно сказать, что вода не должна быть кипящей, иначе у вас все-таки случится омлет. То есть вообще в целом, кстати, пасту не обязательно в кипящей воде варить. То есть дентурация белка происходит при 85 градусах и дальше уже все равно, кипит она или нет. Это вообще не имеет значения абсолютно. Она сварится и так прекрасно, главное пробуйте ее. Соответственно, еще один важный момент. Все масла всегда нужно наливать на разогретую сковородку. Но мы всегда ставим на максимум никаких вот этих пятерочек, шестерочек на плитах. Это все от дьявола. Значит, на разогретую сковородку оливковое масло. Она немного нагревается. Зачем кладете туда панчетту, собственно, и жарите не до корочки, потому что корочка это уже ту матч в карбонаре, а до такого мягкого состояния, когда из нее начинает вытапливаться жир, соответственно, и он смешивается с другим жиром растительным в масле. И это вот тот самый вкус, который как бы мы все любим. Еще, кстати, можно добавить зубчик чеснока для ароматизации и вытащить его потом. Ну, если вы любите, например. Сейчас молодой чеснок есть, вообще супер будет. По идее, у нас уже есть макароны, которые сварились, и у нас уже есть соус, который мы замешали, желточки, сырок и немножко крахмальной водички от макарон. То есть у нас уже все готово. К этому моменту мы щипцами перекладываем пасту. Мы ее попробовали, да, таймер-таймером, аль-денте-аль-денте, но всегда нужно попробовать. Попробовали. Нас все это устроило. Мы перекладываем пасту щипцами, например, в сковородочку, где у нас оливковое масло с нашим бекончиком, со свинюней. И добавляем немножко туда еще крахмальной воды, которая осталась у нас в кастрюльке, чтобы у нас сразу все на сковородке, остальное не пригорело. То есть жижан на сковородочке это залог того, что у вас сырочек и яичко не схватятся на сковородке. Дождались, жидкость немножко подкипает там у нас с макарошками, с бекончиком. И мы ловкими движениями подкидываем сковородочку, чтобы все, оно у нас размешалось. И соединяем туда, добавляем наш соус, чтобы получилась эмультия. Замешиваем активно, прям вот максимально активно. Ваши как бы запястья должны порхать как бабочка, как у дирижера, потому что, ну, белиссимо же должно быть, правильно? Скоро еще и десны взбодрятся этим прекрасным вкусом. Соответственно. В порядке очереди. Живой. Не мог сдержаться, простите. Очень уж вкусно рассказывать. Снимаем с огня и на всякий случай это делаем, чтобы желток и остатки белка, которые по-любому остались, не свернулись и не вышло омлета вместо карбонары. Вмешиваем сырно-желтковую смесь, добавляем еще крахмальной воды от варки, если стало слишком густо. Мешаем активно щипцами, так же активно, как сказала Даша в предыдущем шаге, и прямо выкладываем в тарелки. Ну и что? Мне осталось только позвать к Армелиту. Джульетту. Джульетту, да. Джульетту. Либо, если вы девушкой, вы готовили это, там, позовите своего Хуана или... Ромео. Яццо или Ромео, ну и, собственно говоря, переходите к самой важной части. Дженнааро. Дженнааро, да. В общем, посыпаем все, оставшись сыром, можно мариновым желточком, и после всего можно и покушать. Это был подкаст «Неперебарщивай», и с вами были шеф-повар Даша, фуд-журналист Даша, ресторатор Денис, и я, Лиза, человек, который просто очень любит есть. Расширяйте свой гастрономический кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч! Чао, рогатцы! Чао! Субтитры подогнал «Симон»